Доброе утро, друзья! Мы рады вновь тебя видеть в нашей студии, Нур-Султан. Я тоже очень рад здесь быть у вас с вашим настроением. Спасибо вам огромное. Ты в прекрасной физической форме. Смог бы на гвозди встать? Потому что оперные певцы для меня, они такие все... Я думаю, что мог бы встать на гвозди, потому что у меня уже был такой опыт. У вас есть гвозди сейчас? У нас есть. У нас есть гвозди, да. Так, ну давайте попробуем в третий раз, как говорится. А у вас уже был опыт? Вот я только что, буквально минут 20 назад, на них как раз-таки и стоял. Он постоял, но совсем немного. Он, конечно, новичок, и ему еще нужно было продолжать вести программу. Это было рискованно. А ты, говорят, ты стоял два раза. Вы знаете, там такой момент, нужно лишь преодолеть этот болевой порог. В какой-то момент мозг уже адаптируется, привыкает и говорит, что это все на все, как бы боль, и ты продерживаешься. Но вот этот период, пока ты адаптируешься к боли, он очень неприятный. Он очень неприятный. Я видел, как девушки, женщины, да и мужчины тоже стояли, плакали. Было такое, но я не плакал, честно говоря. Ну, как нам сказал специалист, он сказал, что это очень хорошая реакция. Плакать, очищаешься, эмоционально разгружаешься. Я собирался плакать, честно. Ну, знаете, не очень это как-то на всю страну плакать. Ну, это, может быть, и не твое, действительно. Зато у тебя активный спорт какой-то. Не, попробовать стоит, кстати, на состояние на годах. Это нужная практика, конечно, а почему нет? Ничего такого не будет. Ну, так что, ты там нашел что-нибудь? Кстати, о физической форме, да, чтобы не просить нашего гостя. Ну, Сутан поддерживает свою прекрасную вокальную физическую форму. Да, так точно. Ну, вот эта фотография, скажем так, это из серии... Что за мужчина? Да, да, да. Что за красавчик? С первым днем отпуска всех. Что за лев? Это тигр. Ну, вы знаете, это было летом. У меня издача на Кухтебе прекрасная. Вот, там дела. Это все как-то случайно получилось. Я тогда занимался... Да ладно, случайно, не стесняйся. Ну, ладно, ладно, это было сделано специально. Хорошо так, чтобы... Фотографии 100 было? Одну оставил? Вау! Было 5 фотографий. Было. Шучу. Ну, я сейчас чуть, по правде говоря, набрал, там я в гораздо лучшей форме. Слушай, ну вот всегда мне было интересно, для вокалиста нужна, вот говорят, опора, и для этого нужно... Нельзя быть совсем вот таким чедушным. Знаете, я думаю, нельзя работать с большими весами, однозначно, потому что это очень большое напряжение. Ты, ну, как бы весь, ну, все тело... Чем больше вес, да, тем больше напряжения, там, все мышцы, возможно, подключаются. Вот. Ну, заниматься нужно. Быть в тонусе вокалистом, это обязательно. Да, да, да. Не обязательно быть толстым. Ну, а повороте что? Просто поесть мы любим. Ну, повороте был вообще-то спортсмен наполовину, да, просто у него было спортивное будущее, ну, потом вот ему уже не нужны графики, ему там было просто не до спорта. Ну, кстати, да, кто резко бросает спорт, часто вот бывает, что... Ну, да, он просто был такой, как бы, крупный. О, посмотрим, ну-ка. И расскажи нам, что это. Вынял 46 судей на российском шоу. А, ну-ка все вместе. Да. Это программа, это отрывок с передачи «А ну-ка все вместе». Это было в Москве, 21-й год. Очень рад, что информация так быстро доходит. Не, ну погоди. Все прошел год. Я, кстати, эту программу сама даже видела и очень за тебя болела. Это было очень здорово. Спасибо большое. Был колоссальный опыт, очень хороший. Это вот наш дизайнер Аида. Да, пробежала, ну, куда идет Аида? Причем тут Нурсултан? Она помогала мне с образом. Она была учащена, конечно, она помогала, сделала большой вклад очень. Если про спорт, вон есть гео на скакалке прыгаю, подтягиваюсь на турниках. Ну, так. Слушайте, ну, прям, знаешь, из серии сейчас я еще шить и вышивать умею. Ну, шить и вышивать не умею, но много что умею. Нет, мы пока физическая форма. Не давай, не ерничай, пожалуйста. Ну, ты брать внимание. Это пэкборд. Как называется? Пэкборд. Пэкборд. Да, пэкборд. Ну, достаточно сложная штука, врать не буду. Ну, думаю, человек, который занимается, он такой средний атлет, он... Слушай, как ты все успеваешь, а? Ну, скажем так, спорт это мое тоже как бы хобби. В принципе, я всегда думал, что могу быть хорошим спортсменом, наверное. Но вот это если бы, конечно, помешало. Нет сослагательности, да, склонения. Опять же, воля, извините, спорт там тоже требуется, дисциплина. Так же, как и везде, да, и вокали. Где бы ты ни был, нужна работа. Какой бы ты талантливый у нее, хоть гений. Совершенно верно. Ты должен работать без этого никак. Да, после каждой, говорят, награды или медали, вот тут посмелы. Да, нужно больше работать. До следующего утра ты выходишь на тренировку. Все, обнуляется твоя уже эта награда, и нужно завоевывать новую. День-два можешь себе позволить, конечно же. Ну, это так условно, да. Слушай, а в театре в нашем поставят тренажерное оборудование? Ну, кстати, это было бы очень вам в помощь. Я вам вот что скажу. В театре я не видел имени Абая, но есть филармонии имени Жамбыла. Там есть, ну, не тренажеры, там как же называется такой снарядик. Там и брусья, и турник как бы два в одно. Ребята занимаются. Это очень хорошее. Такие спортивные. Вообще, оперные певцы, коллеги, кого я знаю, все они ведут здоровый образ жизни. Кстати, как-то хотел написать статью про... Чтобы могли перепутать балетного с оперным, да? Нет, знаете, про что хотел сделать статью, что вот артисты, мол, там разгульный образ жизни, ну, какое-то такое искаженное понятие. Вот, честное слово, академические артисты, да, певцы, у них вообще здоровый образ жизни. Большинство, вот новое поколение, во всяком случае... Кстати, это и у всех так сейчас, это новое, да, поколение. Они занимаются, скажем, на правильном пути. Так, а вот обратите внимание, помимо того, что там качалка хорошенькая, да, тут еще и смотри, бразильское джиу-джитсу. Тебя туда-то как занесло. Ты как будто, знаешь, пришел, не знаю, во дворец пионеров, во дворец школьников и просто по коридорам. Ну, знаете, я люблю все новое, на самом деле. Я занимаюсь немного борьбой, врать не буду. Это моя стихия, вот, честно, это борьба, моя стихия. Еще я занимался боксом, тогда там есть видео, где я... Ну-ка, ну-ка, бокс. Ну, ладно, бокс, ты обрати внимание. Архан-Тарту, это было в Лос-Анджелесе. А, ну, конечно, это самый такой обычный вид спорта в Лос-Анджелесе, Архан-Тарту. Это было на Наур-Эс, это как раз было на Наур-Эс, наша диаспора казахов, собирались там. Это, кстати, мексиканцы, и мы их выиграли. Они просто не сильно понимали, что делать. У нас ребята были молодые, а молодые казахи, они же, знаете, такие... Горячие? Не самые, да, но горячие. Но мы взяли свое. А там были мужички, мексиканцы, взрослые, семейные, они такие коренастые, пузатенькие. Молодцы. Весовая категория у них совсем другая. Вот хорошо, что казахов таких не бывает, маленьких, с пузиками, да, вот все же спортивные. Нет, я сказал молодые, вот это я сказал, молодые, они все такие, как бы, ну, там, студенты. Слушай, а ну ты там выступал, конечно, да? Я выступал там, конечно, так пробивал. Еще о спорте, обратите внимание, вот еще один интересный. Все, да, не казах, ну, он о спорте. Мы с тобой ни о чем больше не поговорим. Конечно, смотри. Таскакалочка, это тренировка. Ой, ты здесь совсем какой-то высохший. Я здесь по суше, я был в хорошей форме, занимался очень, сейчас тоже собираюсь, вот, честное слово, в марте, вот, уже в марте начался. А смотри, вот для высушения, чтобы высушиться, еще же диета, да, видимо? Обязательно. Дело в том, что 70-80% диеты. Спорт это как уже такое прилагающее. Просто мышцы потянуть в тонус. И вот смотри, на вокальные данные это никак не влияет? Такой спорт нет. Таскакалочка, там, турничок, брусья, борьба легкая, там, бокс, неважно, все, оно не влияет. Ну, все, ближе к такому кардио, вот, если ты там не закачиваешься только специально. А, вот. Это даже полезно, потому что ты прыгаешь, у тебя мышцы в тонусе, хорошо, для вокалиста, то оперного, точно знаю, ты должен быть в тонусе, потому что много здоровья, очень большая выносливость, потому что вот эти все партии, там, у тебя должно быть большое здоровье, по-настоящему. Ну, а смотри, ты участвовал, ты состоявшийся артист, но участвуешь все равно в конкурсах, да? Для чего? Да, для чего, что тебе это дает? Сам себе доказываешь или доказываешь все-таки кому? Я не считаю, конечно, это интересно, что говорят, что состоявшийся артист где-то, ну, в каком-то плане, да, ну, уже, мол, на сцене поешь. Я так, я так в им себя не считаю и вряд ли еще буду считать долгое время, потому что, ну, есть у меня определенная планка своя, только я ее знаю, понимаю, это мировый уровень. Нет, если, когда я выйду на мировый уровень, тогда я буду считать, что я действительно состоялся. И то, опять же, да, в каком смысле мировой, ну, где-то спел на каких-то мировых сценах, тоже не считается. Хотелось бы прямо такого большого признания, хотя бы по СНГ, хотя бы, ну, тогда я, может, и буду спокойный. А потом конкурсы, они что дают? Ты начинаешь к ним готовиться, ты держишься в тонусе, как на казахском, говорят же, лошадь, да, которая все время скачет, как она, как бы, форме, вот, по смыслу, да. Ну, да, да, понятно, да, нельзя останавливаться, да, что-то быть семейным. Нужно быть в форме, и... Слушай, а вот у вокалистов ежедневные тренировки для голоса как проходят? Что ты делаешь? Ну, ежедневные тренировки – это распевки. Ты каждый день занимаешься? Да, даже если через день это самое такое минимум. Я не каждый, через день я занимаюсь, вот, для меня это норм. Ну, или четыре раза в неделю, максимум пять, я два дня в себе даю, как бы, ну, отдыхать, если сильные нагрузки. И пять дней ты поешь, и два дня отдыхаешь, и после отдыха интересное состояние. Если на пятый день ты уже немножечко там устаешь, в зависимости от нагрузки, да, то два дня отдыхаешь, и, как бы, перед загрузкой ты приходишь с новыми силами, и, как бы, это новая техника, наработки. Ну, так же, как и в тренировках. Если мы не даем себя отдыхать, у нас наши мышцы, ничего, как бы, не восстанавливается, да, так же здесь. Я очень надеюсь, что сегодня ты к нам пришел не с пустыми руками, скажем так, да, не с пустым голосом, и споешь нам сегодня, правда? Спою. Почему нет? Но это все будет сразу после короткой рекламы на нашем канале. Не переключайтесь. Ну и снова доброе утро всем, кто смотрит и кто присоединился к программе «Танго Студия». Мы в прямом эфире на телеканале Алматы. И продолжаем разговаривать, общаться с замечательным Нурсултаном Штарханулы. Он академический певец, вот, и участник разных конкурсов. И он в прекрасной физической форме. И мы все о нем узнали, что он занимается много, что он хочет стать мировой звездой. И пока вот он не станет, он не будет себя считать таким уже состоявшимся, говорит, артистом. Ну вот смотри, Нурсултан, скоро что у нас? Какой-то праздник. Масленица закончилась, значит. Девочки расцветают. Восьмое марта. Восьмое марта. Молодец, Даник. Скоро восьмое марта. И как раз предвещание этого замечательного праздника. Пятого марта, я проэкламирую наш концерт, в филармонии имени Жамбыла, в городе Алматы. В семь часов вечера будет концерт, вот, как раз посвященный к этому дню. И я призываю, призываю. Прям призываю? Приглашаю, приглашаю всех посетить. Сегодня надо призывать людей. Да, посетить, сделать подарок. Билеты, наверное, есть на Тикитоне. Ну, самое главное, что все песни будут о любви, о женщинах, о красоте, о нежности. Ну, давай тогда, можно попросить тебя небольшой кусочек, вот что-нибудь. Ну, тогда спою кусочки из репертуара Ермека Серкибаева, да? Давайте. Надо мной небо синее. Вау! Солнце в синеве, в серебряной листве, Нежно улыбнулось мне. Ветер озорной летит, спешит со мной, Как наездник на коне. Надо мной небо синее, Облака лебединые, И плывут, и завод, Дальний путь за собой. Через все расстояния, Через все ожидания, Я пройду и найду Путь к тебе одна. Вот, ты посмотри, Путь к тебе одной, Ну, настоящая песня. Русултан, я сдержал свое обещание, Я же тебе сказал, что я не буду подпевать, Поэтому ты пел красиво, Да, я не мешал. Мы подпевали, но тихо так, Чтобы не нарушить. Я слышал это, Меня очень подбодривало, поддерживало. Ай, спасибо. Слушай, дружище, приходи к нам чаще, С тобой очень интересно и весело. Я думаю, что в следующий раз Ты придешь с какой-нибудь победой. С какого-нибудь конкурса, Который ты очень любишь и скажешь, Ну вот, я же говорил, что я поберю. Конечно, так и будет. Тот, кто идет к своей цели, Он, несомненно, к ней придет. Ты рекламу хотел дать? Все правильно. Дорогу осилит идущий. Спасибо тебе большое, успехов тебе, удачи. Спасибо вам. Приходи к нам еще. Надеюсь, все-таки седьмого увидимся на концерте в филармонии. Да, пятого. А, пятого. Ну что, какие-то как. Все выпуски Танго Студия вы можете увидеть здесь.